итак здорово короче экстренное видео в анамаз breaking news произошло убийство русского российского посла в турции убийство наглая дерзкая то есть в цивилизованной стране такой вообще немыслимо то что произошло в турции что чел просто вышел в каком-то выставка да то есть это закрытая выставка он стоял посол у телекамер говорил речь и он вышел просто и пристрелил вот нету нормальной съемки я погуглил слегка то есть вот эта вот съемка где он только его лицо видно и потом он падает хотя там камеры были то есть ну понятно у них фокус видимо такой был короче непонятно такое ощущение что это конечно на мосфильме снято да почему потому что ну смотрите вот стоит значит оператора дал там снимает его приближенным затем он стреляет убийца и он отъезжает камера но он бы испугался оператор что убийца ведь он с пистолетом ходит он ранен еще трех человек то есть он должен был убежать мне кажется он отодвигает камеру может конечно автоматически был но вряд ли смысл какой смысл они же там же стояли ну ладно не об этом речь там же там же должны быть видеокамеры стопудов но потом может покажут с них запись да то есть по-любому должны быть видеокамеры где видно уже со стороны что здесь ничего не видно план короче проехали в общем убил до типа он пришел как охранник как сален хилл или как его хитман бог от хитман пришел то есть чисто хитман единственное что его косяк что был одноразовым одноразовым хитманом да то есть провал так сказать на первой же миссии провалился его его прикончили там об этом я тоже кстати погуглил пока что нет инфы как его там прикончили там там люди были я видел одну фотку они в угле там забились то есть как его они убежали его то есть но это все непонятно короче ну ладно это потом все будет понятно станет вот то есть только в таком древнем средневековом государстве как турция такое вообще возможно да то есть но совершенно но понятно что турция но все там понятно да и средневековое государство абсолютно кстати большое у них население где-то 120 миллионов вот это вообще уже наглость да вначале они сбили наш самолет нагло вообще тогда еще да были введены санкции потом санкции ослабли дружбу народу все дела ща убили посла посол это гораздо круче раньше до страдавние времена после убийства посла всегда начиналась война всегда начиналась война за убийство посланной конечно это не какие-то большие люди убивали посла мелкой страны но там и смысл не было никакого вот обычно послали большой страны в большой страны в да послы вот и сразу начиналась война сейчас конечно такого не будет но нужно санкции и санкции которые вообще никогда не отменятся я считаю нужно вообще вывести всех русских людей оттуда обязательно вывести все посольство вообще нахер пошли пошли они нахер эти турки вот и не буду говорить это не турки виноват провокация ну понятно это специально буду говорить провокации что типа чтобы там отношения с турками не портить вы понимаете то есть но это бред понимаете ли сначала сбивает самолет затем они просто вообще на камеру кстати расстреливают ну это можно сказать казнь была понимаете как игил казнил просто послали просто по сути казнь была вот просто взял казнил и где охрана где охрана я ну ладно понятного предположим не с ним должны стоять но у него полюбом нужна need охрана да они может не с ним рядом но они где-то рядом должны быть приняте это это просто но это бред прям вообще-то когда как вот такое убийство посла напишите в коменты когда был последний вот такой он убийство посла в а-думаю никогда уже не будет не было убийство посла того тимуэн наглой то есть это беспрецедентное фигня то как мы теракт так далее ну можно только теракт херакт. Это какая-то казнь была, по сути, такая. Вот. Где вот, ну да, опять же вопрос, да, где вот охрана? Я же это говорил, но реально не могу понять, где охрана просто, понимаете? Это пипец, короче. Так пусть серьезно. Помните, там, конечно, Путин был, они к нему прибежали, их сразу всех похватали. Там, конечно, Путин был. Вот. Но Путину, конечно, нужно укрепить еще в 10 раз охрану, потому что это пипец, да, вот такое. То есть, кстати, ну я говорю, это турки, но это пипец, это дикари, понимаете? Ни в одной развитой стране такой вот, представляете, США, к примеру, убийство послана. Такой вот, знаешь, пипец. Вот. Это просто дикари Средневековья, нахер. Вот я не знаю, зачем вообще нам с турками дружба? Мы всегда с ним воевали. Было две, по-моему, русско-турецких войны, но одна точно была. Да и, по-моему, не две, а вообще там всегда с ним воевали. Крым! Крым откуда? У турков отвоевали, ёпта. Украинцы-то вообще ни при чем с Крымом. Они говорят, Крым, Крым. Это мы у турков отвоевали. Там, раньше это было вообще, Крым принадлежал, а было это, как его вот это вот ханство, не ханство, а, блин, Османская империя. От Османской империи что осталось, когда она распалась? Турция. В результате Первой мировой войны прекратила существование Османской империи, громадное. И Крым ходил в Османскую империю. Ну, давно еще, не в Первую мировую, а раньше. И мы отбили у них Крым. Вот. Ну, потому что он с нашей стороны чисто был, нам это нужно было для защиты и так далее. Вот. И мы отбили у них. Ну, ладно, это не в тему, да. И с турками мы всегда воевали, понимаете, там, янычары и так далее. Ну, как бы, там, там все понятно. Я даже тут не буду, да, как бы, говорить. И так вы все понимаете, короче. Турки это тот же самый абсолютно восток. От какого-нибудь Ирака, да, Судана, я не знаю, они отличаются очень мало чем. Просто, да, ближе к Европе, чуть лучше может технологий. Поближе даже говорят, что границы Европы и Турции пополам делят. Но, понимаете, это те же самые просто иракцы, сирийцы, вот все, те же самые турки, просто они чуть побогаче, поэтому получше, поспокойнее. Ну, у них сколько терактов, это пипец, вы видели? Вот, если кто новости смотрит, у них постоянно теракты по 40, по 50 человек, то есть, постоянно идут. Вот, то есть, ну, это пипец. Вот, это тот же самый ирак, я говорю, совершенно не цивилизованная страна. То есть, вроде бы, как бы, цивилизованная, да, вроде бы, но это пипец. Это просто, то есть, там и машины производят, ну, автосборка, там, форды всякие, турецкая одежда, да, вот, батя любит турецкие джинсы, ну, как бы, я без них обойдусь легко. Вот, и турецкие, там, какие-нибудь кожанки, там, обувь и так далее. Вот, поэтому нужно просто с ними прекращать полностью дипломатические отношения, да, и хер с ними. Вот, и все равно они, там, воюют в Сирии против нас, то есть, ну, я не знаю, зачем это вообще, ради чего, вот, кто-нибудь в комментах напишите, ради чего вообще нам отношения с турками, я просто не понимаю, зачем они нам нужны. Вот, это, ну, это просто ни в какие рамки, да, это же не бывает так, понимаете, ну, ты не сможешь, это только в кино так бывает, что ты переоденешься в охранника, придешь и застрелишь. Значит, там его спецслужбы пропустили, да, там, все равно же охраны и так далее. Они же друг друга в лицо знают, там, видите, охраны мало, значит, что, значит, они знают друг друга в лицо, там, всякие. Знаете, а тут пришел такой чувачок из Сирии, да, у него Алеппы, да, то есть он сириец какой-то. Сириец пришел, представляете, ну, это бред, я говорю ему, это тут, ну, полный бред, короче. Вот. Поэтому просто необходимо все отношения разрывать, да, в Турцию ни в коем случае, не ехать отдыхать ни в коем случае. Вот. И вообще, короче, хер его знает. Говорю, раньше из-за такого война начинались, короче. Что с турками делать, я сам не понимаю, да, то есть, по идее, россияне, русская империя всегда славилась тем, что всегда, так сказать, возвращал долги, так сказать, да, за все косяки, то есть, возвращал долги, вот, например, Первую мировую нас победили, немцы, да, и мы вернули долг, когда потом Берлин, там, захватили пол Европы и так далее. Ну, и в других ситуациях то же самое, то есть, мы всегда, как бы, долги возвращали, так сказать, вот, ну, тут тоже, ну, как тут нужно что-то, ну, я не знаю, что, конечно, не турецкие бананы и персики арестовывать, да, бульдозерных, вот, ну, это уж там решат, там, наверху, да, люди знают, как так сказать. Вот, ну, как обычно, да, шакал со спины, то есть, это все понятно, вот он, наверное, орет, там, честь и так далее, но, блин, понимаете, безоружного человека со спины, ну, это шакал, то есть, о какой чести этот человек вообще может говорить? Или он там скажет, там, вроде как говорили, что, типа, за убийство в Алеппо, там, ну, посол все равно никого не убивал, понимаете, послы это самые мирные люди обычно, они дипломаты, да, слово дипломат, то есть, это умные, интеллигентные люди, в любом случае, им такими просто необходимо быть, потому что посол должен быть спокойным человеком, ну, иначе просто ничего не получится. Вот, то есть, это, вот это бред, о-ло-ло, вот это, ну, я даже не хочу это комментировать, это, понимаете, цивилизованным людям, и так все понятно, то есть, ну, это просто, то есть, ну, смешной человек абсолютно, он думает, что он этим вообще-то что-то исправит, да, то есть, ну, это тоже все, кроме как смеха, он ничего вызвать как бы не может, на самом деле. Вот, его тут же пристрелили, как шакалсу, как бешеного пса, собственно говоря, взбесившегося, вот. Я даже полностью комментировать ситуацию, да, как бы не буду, понимаете, во время Второй мировой, там, 20 или 30 миллионов русских погибло, и все равно Гитлер потом, так сказать, пристрелился, вот, поэтому, ну, откуда этому чуваку, знаете, кто такой Гитлер, да, и вообще, чтобы была Вторая мировая, он, я не знаю, он ничего не знает, у него даже трех классов образования, наверное, нету, вот, короче. Видите, вот такой смысл даже, что он что-то говорит, что-то кричит, если через минуту он, как бы, в кусок говна превратится, вот, то есть, ну, полный бред, это им просто мозги прошивает, да, я говорю, прошивочка, то есть, ну, террористическая прошивочка, его мозги прошили, вот, его слили, как бы, да, а те, кто там его прошил, там, сидят и ржут, короче, ха-ха-ха, вот он, дурачок, повелся, его пристрелило, его пристрелили, короче, вот, то есть, в чем вообще его смысл, да, ему 22 года, то есть, достаточно молодой, ну, в 21 веке, да, блин, кто бы там айфон, это еще что-то, то есть, как-то, и в любом случае, даже если кто-то скажет, что, может, там, у родственников убили, что маловероятно, но даже если это так, то в любом случае это сделано не посол, на самом деле, это, во-первых, во-вторых, убийство посла все равно ничего не решит, наоборот, гораздо злее будут, поверьте, вот, военные, вот, будут гораздо злее, вот, просто им завтра с утра они встанут, и им просто скажут, убили нашего посла, и подмигнут, понимаете, то есть, ну, напрасно так делают, только, как бы, наш, там, ИГИЛ, там, с ИГИЛом борются, понимаете, вот, все дела, короче, то есть, получается, он террористов, как бы, выгораживает, так сказать, вот, поэтому, вот, такие размышления, да, как бы, ну, дерзко, да, говорю, ну, говорю, это турки, да, то есть, понимаете, это не в Германии, не во Франции, не в Америке, вот, произошло это в дикой, в дикой Турции, вот, там, у них раньше, короче, был Баша, да, и у него, вот, он все заседал у себя в доме, и у него там были отрезаны головы, короче, всяких врагов там, ну, тут же стояли, так сказать, вот, короче, вот такая вот страна, псевдо-псевдо-какая-то, ну, как вот Европой вообще Турцию можно назвать, ну, такой дурак Турцию Европой назовет, вот, Турция, Турция продолжит, так сказать, как это называется, ряд, да, логический ряд, так сказать, Турция и так далее, вот, поэтому, ну, полный бред, я говорю, нечего там делать, как бы, пусть за нас говорят, как бы, ракеты, да, пулеметы и так далее, в общем-то, эти люди по-другому не понимают, собственно говоря, им, поэтому будут объяснять, собственно, почему им по-другому будут объяснять, да, потому что они по-другому, на самом деле, не понимают, вот, и, как бы, ну, как бы, понимаете, с турками, сколько мы воевали, турки, они сами понимаете, как бы, мы их сейчас просто как монголов можем, как бы, в каменный век, так сказать, обратно, да, заслать, вот, монголы тоже там лезли, лезли на нас, да, сейчас вот сидят в своих соломенных хибарах, и пасут яков, что-то их даже неизвестно, кто они, вы знаете, вот столицу Монголии, вот я даже не знаю, что это столица Монголии, вот, а были такие крутые все дела, короче, а потом связались с русскими, короче, вот, а русские им припомнили, все, так сказать, и втоптали их обратно, в каменный век, и в бронзовый век, и куда там их втоптали, короче, вот, поэтому вот такие вот дела, то есть, ну, я еще раз повторю, говорю, чувака, три класса образования максимум, то есть, он думает, там, что-то изменило, и так далее, да, даже когда Ленина, типа, ну, убили, ну, как бы его не убили, да, его там стреляли, то пришел Сталин, да, еще гораздо более жесткий человек, гораздо более, то есть, Ленин, ну, Ленин тоже, конечно, хорош, и так далее, но, по идее, считается, Сталин гораздо более жесткий человек, да, и чего добились, в общем-то, Ленина убрали, и пришел, более жесткий человек, как бы, вот, Правда, после Сталина там уже более такие мягкотелые чуваки приходили. Но тут, знаете, это как маятник, да, мягкотелый, жесткотелый, мягкотелый. То есть такой маятник, он туда-сюда, туда-сюда вращается. А пока на Руси нефть не закончилась, мы еще, так сказать, повоюем. Ну ладно, чуваки, покинули.